Изменения устав города вносят в связи с нововведениями в федеральном законодательстве, регулирующем вопрос организации местного самоуправления. Всего было предложено внести 19 поправок в устав муниципального образования. Главный вопрос, который уже давно в Центре депутатского и общественного обсуждения, изменение в порядок избрания главы города. Теперь он будет избираться Советом народных депутатов из числа кандидатов от специальной комиссии по результатам конкурса, сроком на 5 лет. Половина членов конкурсной комиссии назначается горсоветом, а вторая половина губернатором Кемеровской области. Совету народных депутатов для проведения голосования по кандидатурам на должность главы предоставляется не менее двух зарегистрированных кандидатов. Кандидатам на должность главы Ленинск-Кузнецкого городского оборудования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года до 67 ограничений пассивного избирательного права для избрания выбранным должностным лицом местного самоуправления. По условиям конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и профессиональному знанию и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главы муниципального образования и полномочий по решению вопросов местного назначения. Второй вопрос публичных слушаний – отчет о результатах кооперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела полиции за 2016 год. Сегодня Ленинск-Кузнецкий межмуниципальный отдел входит в десятку лучших из 31 территории области. В соответствии с приоритетными направлениями деятельности был осуществлен комплекс мер, направленный на активизацию работы противодействия наиболее опасным проявлениям преступности, недопущению роста криминальной активности, обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории. В целом по итогам 2016 года количество зарегистрированных преступлений на территории оперативного обслуживания возрастло на 6% с 2770 до 2939. Уровень криминальной активности на 10% населения составил 225 условных преступлений, что практически соответствует среднеобластному уровню. Количество погибших граждан в беду учебного ДТП в 2016 году сократилось с 41 до 27 человек. Несмотря на увеличение количества зарегистрированных преступлений, на 3% возросло число раскрытых. Так, из 1939 преступлений зарегистрированных нами было раскрыто 1883. В целом раскрываемость преступлений значительно выше среднеобластного показателя, она составила у нас 64%, среднеобластного 58%. Чуть позже отчет межмуниципального отдела о результатах оперативно-служебной деятельности до прошлого года был принят к сведению на сессии горсовета. Также народные избранники увеличили на 10 миллионов рублей муниципальную программу развития жилищной и социальной инфраструктуры. На 245 тысяч увеличена программа «Культура» и на 683 тысячи программа развития системы образования. Еще одни изменения, принятые депутатским корпусом, касались программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс». Она также увеличена на 30 миллионов.